Чтобы обеспечить себе участие в первенстве футбольной национальной лиги на следующий год, Шиннику необходимо было выполнить два условия. Во-первых, занять соответствующее место в турнирной таблице по итогам сезона, а во-вторых, пройти непростую процедуру лицензирования. К счастью, с первой задачей черно-синие благополучно справились. В решающем матче, обыграв гостях в Калининградскую Балтику, подопечный Александр Побегалова, завершили первенство на спасительном 12-м месте. Сейчас вы видите кадры этого поединка. Напомню, встреча завершилась разгромным счетом 3-0 в пользу Волжан. А вот с выполнением второго пункта получилось сложнее. В середине мая Шинник не смог с первого раза пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза. В ответ на это руководство клуба подало апелляцию. И вот из Тана Волжан пришла долгожданная новость. Шинник официально получил лицензию на следующий сезон и теперь точно не покинет под элитный дивизион отечественного чемпионата. Состоялось заседание апелляционного комитета, на котором решали свои проблемы 7 клубов. Результатом этого заседания стало разрешение нашему клубу для участия в перенесе ФНЛ в будущем сезоне. Но с одним условием, что мы должны погасить до 20-го числа задолженности по пенсионный фонд и по НДФЛ. Итак, Шинник остается в футбольной национальной лиге. Но как обстоят дела с финансированием Ярославского клуба на следующий год? Этому вопросу сегодня посвящено заседание областной думы. Парламентарии обсуждают новый законопроект, предложенный главой региона Сергеем Ястребовым. Все подробности знает моя коллега Нина Колтина. Нина, как прошло заседание, какие договоренности были достигнуты и кто еще обеспокоен судьбой футбольного клуба? Да, Вова, сегодня перед началом заседания областной думы болельщики собрались перед зданием регионального парламента. Как они говорят, положение в клубе действительно сложное. И на спонсорскую помощь сейчас он вряд ли может рассчитывать. Но внесенный в думы законопроект может в корне изменить ситуацию. Чтобы попасть в здание облдумы, депутатам пришлось пройти сквозь группу митингующих. Ведут себя молодые люди не так, как на стадионе во время матча. Напротив, тихо и мирно собирают подписи в поддержку любимой команды. А к парламентариям подготовили письменное обращение. Футбол – это самый демократичный вид спорта. Он дает возможность ребятам из семей любого достатка заниматься спортом. Игроки шинника, многие из которых являются воспитанниками Ярославской спортшколы, являются примером для многих мальчишек. Нам не безразлична его судьба. Шинник – это часть нашей жизни, часть жизни города. И мы считаем, что в данной ситуации команде нужно помочь. Законопроект внесен в Думу губернатором. Суть документа такая – организациям, профинансировавшим клуб, предоставят льготы по налогу на имущество в размере перечисленной суммы. На мой взгляд, это один из первых и серьезных таких шагов за последнее время для поиска спонсоров для профессионального футбольного клуба «Шинник», у которого спонсоров фактически не было уже очень давно. На год, говорят власти, клубу требуется порядка 200 миллионов. Мы рассчитываем провести оптимизацию расходов в клубе «Шинник», соответственно, уменьшить зарплатные ведомости, привлечь больше игроков из Ярославской области. То есть основное, конечно, это правильно замечали депутаты, и губернатор постоянно ставит такую задачу – вернуть зрителей на трибуны. В итоге депутаты поддержали законопроект, дополнив его рядом протокольных записей. Больше открытости в управлении клуба. Мы должны понимать, какие там есть долги. Мы должны понимать, как идет финансирование и распределение этих денежных средств. Мы инициировали проверку КСП, потому что мы должны понимать, что там полные прозрачности, каждый бюджетный рубль за него отчитается. Поэтому будем дальше эту работу продолжать. На этом важные вопросы не закончились. Депутаты приняли законопроект, согласно которому будет проще получить компенсацию за путевку в летний лагерь для ребенка. Новой схемой смогут воспользоваться уже те, кто отправит детей на отдых в четвертую смену. Значит, если раньше у нас родители, отправляя ребенка в детский лагерь, могли обратиться за компенсацией часть расходов на приобретение этой путевки только после того, как ребенок уже отдохнул, и спустя 30 дней получить эту компенсацию. То есть сейчас мы меняем эту схему и в закон предусматриваем, что родители могут сначала прийти обратиться за компенсацией, купить со скидкой путевку, соответственно, удешевить свои затраты. Также депутаты одобрили льготы по налогу на транспорт для некоторых категорий граждан. В первую очередь это касается тех, кто получил звание героя, инвалидов, участников боевых действий, а еще многодетных семей. Семейный доход достаточно низкий, а налог из года в год увеличивается. Поэтому было принято решение эти семьи освободить от налога и дать им возможность иметь свой транспорт, который позволял бы семье, которые имеют большое количество детей, возможность бывать в различных местах, совершать поездки, пользоваться автомобильным транспортом. Решали и кадровые вопросы. Большинством голосов региональный парламент поддержал кандидатуру Олега Нинилина на пост директора регионального фонда капремонта. Нина Кулцина, Георгий Иванов. День в событиях.